Вот я и в Черняховске, друзья! Этот город очень-очень старый, был построен в 1336 году немецкими рыцарями и я уверена, что не все туристы, которые приезжают в Калининград, бывали в Черняховске. А это, в общем-то, зря, что не были! Ну что, погуляем по Черняховску и говорю сразу, что этот город пропитан европейской атмосферой. Не все знают, но у нас в Калининграде пятерочка, сеть пятерочки появилась совсем недавно, вот буквально меньше года. И поэтому, наверное, я в этой пятерочке чуть ли не первый раз в жизни в Калининграде. До 1945 года город относился к Восточной Пруссии и раньше Черняховск назывался Инстербург. И такое название мне, кстати, нравится гораздо больше. Сейчас на дорогах в Черняховске можно до сих пор встретить брусчатку. В городе также есть и советские строения, но их не так много, как, например, в том же Калининграде. А еще приятно было наблюдать, что в городе все-таки многие немецкие строения, они реставрируются. Знаете, как можно понять, что это не туристический город? Вот когда мы шли по городу, мы нигде не видели, что продавали магниты, открытки и всякую такую ерунду. Может быть, конечно, мы еще встретим, но пока что не скажут, что здесь много туристов, экскурсионных групп и всего такого. Черняховск, кстати, находится на третьем месте по численности населения после Калининграда и Советска. И здесь проживает на данный момент примерно 40 тысяч человек. И вот вам еще пару кадров с этого классного города. Правда, зданий все-таки некоторые нужно подправить. Друзья, у нас споры начались, корова это или коза. Ну скажите, что это корова. Ну смотрите, ничем не корова. И вымя. Ну какая коза? Какая коза? Какая коза, когда тут такое вымя? И фишка Калининградской области, то, что здесь на улицах очень много кошек, и все их любят обычно и уважают. А еще в Черняховске мы встретили вот такие вот фигурки в виде кошечек с татуэтки, и для них даже шапочки тут шьют. В Калининграде есть такая фишка, похожа с хомлинами, у нас их там целая семья проживает в городе. Ну вот чем не Германия? Я сейчас нахожусь в Черняховске, а такое ощущение, что я нахожусь в Дрездене каком-нибудь. Не могла не заснять этот момент, знаете, когда идешь мимо и понимаешь, что это город на контрасте. Если соберетесь путешествовать по Черняховску, очень советую сходить в Парк Победы. И знаете, в Калининграде и в целом Калининградской области очень много зелени, очень много парков, но они мне не так нравятся, даже как понравился этот парк в Черняховске. Мы сейчас находимся в Парке Победы, он нереально красивый, прям, знаете, один сплошной лес. Но самое крутое, что мы уже были на Горбатом мосту, он тоже очень круто смотрится, сейчас тут кадр в львом будет, или он уже был. А сейчас мы идем к подвесному мосту, и смотрите, сзади у меня тоже такой вот лес, вот такая вот классная картина. Короче, вперед от одного моста ко второму. Мозг, кстати, качается просто вот так вот. Ну вот и пора возвращаться в Калининград, мне ехать 90 километров, а вы делитесь под видео, как вам этот город.